А, русский? Мне игра чат закрыла. Красиво. Короче, полноэкранный режим. Просто закрыла чат и все. Висинг, давай-ка мы его включим. И 120 фпс мне, пожалуйста, а не 30. Ну, фпс все еще 30. Пока. ЛДБД на телефон. Ну, не видел еще пока. Нет, она в России же еще не вышла. Только выйдет, я ее обязательно постремлю. Попробую. В игре используется автосохранение. Хорошо. Все? Хорошо. Ну, замечательно. Я словно на небесах. Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок, интересно. Я так котик! Такой милый и красивый. Темный, как глубокая ночь. Это мистер полночь. Мой лучший друг. Ой, единственный. Мы ужинаем. Мы ужинаем, я вижу тетю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница, мои родители уезжают. Можно позвать друзей. На, вписан. Тетя Грейс заботится обо мне. Нам так весело. Хоть это даже жопко есть. Сейчас вечер понедельника. Я играю с мистером полночь. Но мне почему-то тревожно. Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится. Оно меня пугает. Ну, шторы закрой, ну. Внезапно я что-то слышу. Это мама. Она кричит. Я хочу узнать, что произошло. В из комнаты моих родителей горит яркий свет. У тебя не уехал. Я подхожу ближе. И ближе. Мама, папа. Нет, пожалуйста. Мамочка, папочка. А что так жестко? Затаскала, едет кой-кой. Ага. Пожалуйста. Слушай мой голос. На счет три ты проснешься. А, это был всего лишь сон. Понятно. Прин. Прин. Как ты себя чувствуешь? Да в порядке все. Нет. Ну, ладно. Думаю в порядке. Только грустно видеть одно и то же. Гроздь является нашей неотъемлемой частью. Я хочу домой. Тебе нельзя домой, Фрэн. Ты должна выздороветь. Мне нужен мой кот. Пойтех, я нужно выбраться отсюда. Мне нужен мой кот. Кот пропал. Его невозможно вернуть. А пока у меня есть кое-что для тебя, Фрэн. Кто там? Видишь, стол, там небольшая посылка для тебя. Она, тетя Грейс, возьми. Томочка моей мамы. Magic in my soul. Ты там писал, записать лоботами корпорейшн, она уже есть в списке. Открой ее, там внутри что-то есть. Дорогая Фрэн, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь ее у себя, когда я размышлял о тебе. Я вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в нее все то, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность это твой величайший дар. С любовью, тетя Грейс. Подарили инвентарь, да-да-да-да. Она беспокоится за тебя. Я тоже беспокоюсь. Ведь я не сумасшедшая, но все еще здесь. Прекрати, ты вышла из-под контроля, юная леди. Устала от всего. Нет, я хочу в свою комнату. Ты можешь идти, но сперва время принять новое лекарство. Никаких больше лекарств. Лекарство называется Дуотин. Он сделает тебя очень спокойной. Сестра, мы готовы. Кто новый, доктор Дирн? Ну, вообще-то ничего. У тебя же видение, что и прежде. Понятно. Держи, Фрэн, прими свое лекарство. Нет. Никаких таблеток. Не. Заставили. Здорово, покрик. Три раза крутили колесо из шести. О, боже мой! Беги! Твою ж мать. Ох, нет, отнесите ее обратно в комнату, и сестра. Больше не давайте ей эти таблетки. Да давайте без таблеток. Берегись, Фрэн Боу. Если ты покинешь дом безумия, я найду тебя. Поймаю и съем. И верну обратно в безумие. Котик, он вернулся? Фрэн, проснись. Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Я люблю тебя. Мяу. Мяу. Во-первых, мой здравый разум. Неа, точно. Неа-неа. Ларшет еще можешь записать? Можно по крикам. Вернуться в меню? Вернуться в альт-таб. Можно мне, пожалуйста? Эм. Он и никогда не был бесполезным, Мерсер. Я помню, какой там тебе жестко за озвучку третий. Хантер у вас Дев Джон. Окей. Есть. Не ротоматом. Окей. У тебя есть пресс? За жиром есть, конечно же. Я должна выбираться отсюда. Фрэн Боу Дагенхарт. Десять лет. Боу женский. Пациент был найден недалеко от психиатрической клиники Озвальда с признаками психоз. Семейная трагедия. Боу Дагенхарт. Детали избегают. Психоз, что это точно не про меня. Лечение доктор Марсель Дирн. Прилу различные лекарства, но отменил их прием из-за побочных эффектов. Почные эффекты. Очень интересно, кто меня сюда привез. Как ты думаешь, что это эффект являющийся на мои бока? Я получу твой нос. Получу. Весел, клоун. Можешь меня рассмешать? Я трону. Снова начать смеяться. Окей. Заперто. Хорошая причина узнает, что внутри, но мне нужен ключ. Ах, милая, приятная мелодия. Один раз. Ла-ла-ла. Делай то, что и раньше. Ах, милая. Удобный крюк оставлю, чтобы позже поиграть в пиратов. А, так не пойдет. Башня обороны? Ты попалась, сумасшедшая, под именем Френ. Или это оборонная башня? Ммм, кажется, это мой путь наружу. Не думаю, что моя голова пролезет в окно. Игнорит. Игнорит. Привет, сволки. Мовердай просил записать. Нет, мы играли уже как-то на стриме. Давай крюком, ну. Не работает. Ладно. Противный кошмар? Нет, спасибо. Не хочу. Надеюсь, он не упадет мне на голову, пока я спалил. Жиза. Я думаю, как бы моя картина не упала. Маленькие и красные, вы прячетесь от меня? Боже, я так по тебе скучаю. Я найду тебя, мистер Полночь, я обещаю. Не бойся, мой дорогой котик, все будет хорошо. Должна найти мистера Полночь, мне нужно найти его сейчас. И ненавижу монстра. Скучаю по котику, он прячется, потому что боится. Он сказал, что лекарство покажет мне, где он. Могу обойти и посмотреть, что с другой стороны. Слышишь? Точно. Надеюсь, тебя кто-нибудь любит. Здравствуй. Деревянный мистер Конь, вы хорошо проводите время туда-сюда. Лучшая поездка в жизнь. Ихо. Раньше у меня было синее платье, как у тебя? Я не могу играть с тобой, это очень секретное задание. Филмур Браунстон, мужской, 8 лет. Пациент прибыл в психиатрическую клинику Озвальда вместе со своей матерью, Рэйчел Браунстон. Мальчик развелось. Проноидальное поведение, парано еще не диагностировано. Ждневная терапия, мы еще не добились доверия от пациента. Он отказывается отвечать на вопросы. А, Фил, все еще здесь. Привет, Фил. Привет. Как дела? Все говорят, что я боль. Они просто дураки, всегда так говорят. Ты сегодня уходишь? Найти мистера полночь. Ха, секретная шкатулка. Че, конечно, о чем я думал? Уменить предметы, маленькая шкатулка, золотый крюк. Изучить. Она открыта. Ну так открою ключик. И словно что-то откроет. Хорошо. Пацан, не хочешь поиграть в пиратов? Знаешь, закрыт. Хочешь слишком мал? Если я сяду, то в конце концов встану. Так в чем смысл? Хочешь хорошую концовку? Нет. Это Кротосприн. Да, получилось. Снутри что-то есть. Использовать предмет фото-поуз. Не самой. Изучить. Моя дорогая семья, я буду хранить это ценой своей жизни. Так, по-моему, скучаю. Мне здесь очень нужны. До своего котика я отправлюсь к тебе, тетя Грейс. На заколку нужно идти, хорошее применение. Мои ноги в порядке, я не инвалид. Поставил бутылку, поставил стакан и ничего, плотенце. Не думаю, что мне что-то из этого нужно. Не могу посмотреть в это окно. Можно что-то разглядеть, детская площадка. Почему ключ был у пацана? Не знаю, украл. Детская площадка, уверен. Это не лучший путь для побега. Мне нравится, скажешь, каток. Сук с кроликом, от нее кружится голова. Ночью деревья и луна. Так что значит, она пишет мне любопытно. Я никогда не позволила мне что-то трогать. Сестра всегда хранит лекарства, но где они? Ран, ты проснулась, хорошо. Сколько я спала? Возможно, три дня. Чего? Три дня? Так долго? Нет, так долго я должен найти своего котика. Кот, вероятно, мертвый, девочка. Уходи, я работаю. Какое-что натворила. Стран. Пишет тебе одни неприятности, что там? Я сломала штору. Показать посмотреть в окно и случайно сломала штору. Ну, случайно. Пусть здесь правит след за мной. День-день-день. Да, мне любопытно, медистра все еще в комнате. Она обезумеет, если я что-нибудь трону. Лучше пойду и поговорю с ней. Ты даже 24 часа поспать не мог. Ну, нет, невозможно столько спать. Кажется, я сломал штору. Наконец-то я могу выглядеть наружу. Тут не хватает. Ты видела крюк, на котором держалась штору? Какой крюк? Что ж, мне придется чем-то его заменить. Ты, мелкая девчонка. Тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка, полностью изменив его привычную жизнь. Например, дети после травмы могут ставить в легкой или тяжелой степени от нехватки таких умений, как доверять окружающим людям, считать мир безопасным местом, принимать решения и так далее. Из-за этих последствий некоторые травмы могут привести к ряду симптомов серьезного психологического заболевания. Например, недоверие к окружающим, неспособность чувствовать себя в безопасности могут быть признаком параной. Доктор любит говорить слово «травма» и «мозг похож на черепушку». Смотрим травму. О, кстати, кофеючек. Гладис Ханна Фрэнбул Даггенхарт. Пациент почти все время спит. Она просыпается только, чтобы попить. Я не думаю, что она это помнит. Выпив воды, она снова засыпает уже три дня. Она ни с кем не видит. Семьи приходили и спрашивали о том, когда она пойдет с ними. Детей. Смотри, ужасный почерк. Я забрала только три слова. Брэйн, Спит и Дотин. Так, 8H. Запомнили. 8 часов. Ящик не подергал. Какой ящик? Там был ящик? А что-то я тупой. Где? Какой? А, да, я тупой. H. Мне кажется, тут лежит лекарство, но она закрыта. О, боже мой, это ужасно. Зачем она медсестре? Она хочет нас всех убить. Ставлю все как было. В самом деле нужно убираться отсюда. Окей. Таблетки внутри. Хайт там, да, было? 9, 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. Таблетки. Котик сказал, что они помогут. Что, еще что-нибудь изучаем или пьем таблетки? Привет, Фил. Где выход? Здесь много способов выбраться. Все закрыто. Конечно, кабинет это ключ. Хорошо, пока. Ну, ладно, таблетосы. Фил играет со своим дядей. Ну, дядя, безумен. Очень бедный Фил. И вот, видишь, ты убил птицу. Эх! Привет, нет, ваша голова. А я попробую вернуть ее на место. Ой, простите, я не могу вам помочь, мистер Олень. Хотим, что-то говорит, ты слышишь, почему ты на меня так смотришь, ты меня пугаешь. А, путь к счастью. Ты можешь видеть. Это было не я. Ты это сделал. Было не я, но типа, это было не я. Ёпт. Ты спишь, милый кролик. Кролик, проснись, пожалуйста, кролик. Заделся клоун. Надеюсь, он не поблизости. Это моя голова. Отдайте мне мою голову, пожалуйста. Просто уходите, странные существа. Битхом через 40 минут. Привет, мисс Мисси Страва. Вы в порядке? Привет. Папка, как чат. Иди осторожно. Убирайся, жуткое существо. Что-то такое, скажи мне. Нравится ведь меня грустный. Я сомневаюсь, что я могу эту дверь открыть. Значит, идем сюда. Глубок лежит, ничего не видел. Нет, нет, ни в коем случае вы не можете это рассказать. Но она должна знать. Вы не можете скрывать ее от меня. Причина более чем ясна, Грейс. Нет, это не так. Я хочу забрать ее домой сейчас же. Нельзя. Ее психическое состояние еще не нормализовалось. Но на самом деле, дорогая тетя Грейс, без чего она хочет мне сказать. Докторая, нет души сегодня вечером, я иду домой. Есть активные точки на пробел подсвечивают. Нет. Нет, лисичка, не плачь. Используй мою руку как платок. Хочешь обняться? Лисичка почему-то такая грустная. Че, где кубок? Какой кубок? Я не видел. Мышка. А вот кубок, правда. У тебя рот немного вкрейт и в порядке. Мышка у меня тоже был рот крайен. Он выглядел печальней. Ага. Пяти летим и сестра это может пригодиться. Оп. Мой собственный специальный ключ. Ручные пластыри для лечения ран. Стоп, а что если пластырем... Это, конечно, очень тупая идея, но... Достаточно умна, чтобы найти другое решение, как мне кажется. Блин, подожди. Ты сегодня уходишь? Найти мистера полночь. Привет, Фил. Записал секретный код. Он не хочет, чтобы я тебе говорил, кто. Ну, мы видели, кто. Что? Все двери закрыты, ты заложница моих игр. Кто не поможет тебе сбежать? Как мне в покое, я тебя ненавижу. Мамочка, папочка, мне так нужно и сейчас. Нет, я не позволю монстру мне помешать. Чего бы смотри на рисунки возле кровати. Пилюли? Ммм, они... Ты грустно. Я еще все, кто играл с моими записями. Чем еще осталось пластырь-клюк? Чего рисковать и портить это? Папа не был рядом, маме было плевать. Лабиринт, вовсе не туманночь густой. Чтобы я затеряться в нем. Мой котик, ой, если он хочет меня обнять, пробуй поймать. Мой любимый друг, бип-бип. А что здесь этого не было? Палет. Нет, не нравится. Встал здесь что-то. Король. Любит Рисунки. Смотри, Романа, привет. Я хочу его трогать, это клоун с картины. Другом прыгнет и напугает меня. Ничего не случилось, должно быть он мертв. Давай вылечим его. Чем-то выглядишь как тряпичная кукла. Что они с тобой сделали? Пожалуйста, кто-нибудь скажите мне что-нибудь. Даже чистейшие из вещей погибают в этом месте. Ты можешь видеть. Ты можешь видеть, что лаида фьюджинс. Проделся клоун. Чуду крохотные руки, похоже, рающий душу. Должна винить себя, молчи. Он спрят ребенка внутри тебя и поглощает его. Ты не веришь, хотя раны кровоточит. Так, ладно. Ага, вот теперь-то можно спуститься. Посмотрим красная марионетка и змея. Мишка и много других вещей. Закрой пледом ноги, старушка на стуле. Твоя попа будет плоской, как лицо. Просево видно, как делают все старушки. Пациент стала жертвой сексуального насилия со стороны неизвестного лица и чуть не умерла. Происшедшая породила слуховые галлюцинации, расстройство мышления, лечение. Сблизилась с пациентом. По помощи арт-терапии она делает успехи. Это 1944 год. 7 лет. Здесь у нее немного другой клоун. Один из любимых клоунов. Я видел их так много и все они грустные. Это очень веселый. Эта кровать очень розовая. Они мои, мои карандаши. Можно взять? Мне очень нравится этот зеленый карандаш. Можно его взять? Нет. Тогда я смогу рисовать, не смогу рисовать зеленым цветом. Это смешно. Но у тебя много других. Да, цветов много, но знаешь, они не любят, когда я рисую. Медсестры, они связывают меня иногда, когда я хочу рисовать, я не могу. Не сумасшедшие, медсестры, сумасшедшие. Я не могу рисовать, я делаю себе больно и появляется красное молоко. Пожалуйста, вылечи меня, останови красное молоко. Смотрим, что можешь сделать. У меня есть для тебя пластыри. Спасибо, можешь забрать карандаш. Теперь иди, мне нужно рисовать. Ручка, я рисую, я рисую ручкой. Ладно, здесь в туалете что? Дрон пустый. Я не знал, что любой сможет увидеть, как я... Какую мерзость. Пусть делают. Надо написать. Нет? И правда мерзко, какого хрен там? Туалет. Стекло. Ой, здрасте. Ну вот ты где? Ты должна быть в своей комнате, дверь была закрыта. Оставили ее открытой. Я уверен, что не оставляла, я знаю, потому что закрыла ее. Тогда как же я выбралась? Она была открыта. Не пытайся меня обмануть, иди в свою комнату и ждите доктора. Нет, на это время мне нужно найти выход. Три раза колесо крутили. Три раза колесо. Три раза колесо. Как-нибудь вариант, это не Кродус, а Маунт Мессив. Тоже возможно Здорово Ты сбежала из своей комнаты, это нехорошо, френ Я не ела несколько дней Я голодна, сэр, я не ела несколько дней Я не стану слушать твои оправдания, юная леди Дайте мне поесть Ты должна научиться слушаться тех, кто здесь главный Рокус воин, конечно, сэр Ток не делай так больше, френ, сходи поешь, а потом иди спать Окей Интересно, для чего этот мигающий огонек Рождение закрыто Приемная, здесь все равно можно найти медсестрам Сэр Озовальд Гаррисон, бородатый старик Желтая дверь, это мой путь наружу Сэр, там висит ключ, можно его мне? Конечно, я могу дать тебе ключ, если ты меня поцелуешь Дадите мне ключ? Поцелуй, посерьезно? Тогда вы дадите мне ключ, конечно Садись ко мне на колени Нравится вариант умри с ананасом Неудачник, надеюсь, ты умрешь и в твоей заднице вырастет огромный ананас И не могу добраться до этих крошечных окон Я держусь подальше от кабинета Клиника у Азовальда главврач детской психиатрии Доктор Марсель Зерн Морбронстон Джейсон Кох Бэтморк Он был здесь сегодня? Так, ладно, погнали осматриваться Блитозики, вааа Ди часы звучат странно Кажется, они шепчут прямо мне в ухо Могу понять, что они мне говорят Давай крюком в глаз прям Нельзя сделать Эй, там наверху миссис У вас очень красивое платье Мои мамы тоже были красивые платья Кровоточащие часы Будто время сломалось, остановилось Эти часы угнетают Стоп, а как ты? Ладно Давайте попробуем вот здесь сейчас использовать Мне нельзя Класс Ему карандашом Если я вызову скорую, они мне вряд ли помогут Стол совсем неинтересный Тоска пустая Никаких рисунков Должно быть это ключ от кабинета Но как мне его достать? Что ж Попробуем таблетки Ни на что я думаю А что умеешь думать? Подумай над тем, чтобы убраться отсюда Да куда захочу Куда к мамочке и папочке? Проваливай Доберись до ключа Интересно, какая это часть дела? Липкие кровавые части Я не хочу это трогать Ух, хрустящественная голова Можно подавать на стол Интересно, кто стал бы это есть? Потому что котик мой этого бы испугался Хрюшка голый Хрюшки не открыли, чтобы улететь Здесь я не вижу летающего мистера хрюшку Ладно Карандаш нужен для бумаги Ну, а я думал, ну, нарисовать чем-нибудь Вон, на стекле, например Еще вниз Чувствуется про мозгу ветер грусть Привет, ты в порядке? Что все это значит? Я хотел узнать Все ли в порядке? Не хочу говорить, доктор, вскрой Я тебе череп, если ты не уйдешь Он любит есть в мозге Он уже забрал их у меня И съел все мои мысли Он съел твой мозг Он съел твой Я видел тебя в кабинете доктора Ты была мертва Тогда я пойду Надеюсь, ты обретешь новые мысли Пока Повсюду эти чертовы клоуны Мишка Что ты здесь делаешь? Убираешься встретиться с другим мишкой И давай им привет, когда ты берешься Я посмеюсь над тобой Я совру тебя Я спрячу тебя среди теней Спокойной ночи, блестящие игрушки Видели мы его котика? Самый забавный, умный парень И он мог бы вам понравиться Господа фигурки, вы поможете мне найти моего котика Кто-то потерял ногу на войне Побойся его принцессу Бумажный кораблик, отвези меня на море То есть кораблик может пулыть Если он потонет, я могу утонуть Я не умею плавать Кажется, я что-то вижу И нет Смотри на меня Смотри на меня, скажу Я забочусь, а ты умрешь от жажды и голода Смотри на меня, скажу Ты красивый и дам тебе отраву Смотри на меня, скажу Я люблю тебя и научу тебя ненагидить Нет, они всю сбортили Они разнесли твою голову на мелкие кузовички Пожалуйста, заберите меня отсюда, пожалуйста Возьмите клоуну Здесь он не поблизости Разбежал из картины Сон, сэр, вы очень розовые, мягкие И вас как будто дрессировали в цирке Пожжет наполнен любовью Очинись из Бель К тебе прикасается черная тень Кажется, они говорят, что ты скоро умрешь Ты боишься Помочь мне вместе с большими мышцами и волосатыми руками Пожжет разрушить любую стену Все, хватит, закрываем Не трогай, иначе умрешь Волны, они не работают На чем ты? Бумага должна работать Как они мне сказали Что делать бумага? Ну что, должна делать бумага Бумага покажет мне картинку в телевизоре Ну а почему не работает? Волны должны быть сильными Переключил канал, пожалуйста Бумага Теряем волны Переключи канал Укушу! Укусит! Укусит! Тебе норм, пацан? Бумага, визор не действует Переключи снова Human testing approved Ммм Возрастный рейтинг в этой игре 18 плюс, естественно Одобрено испытание на людях должны быть сильными вот это должно работать работает это чудо спасибо маговизор действует отлично можно посмотреть нет это мое если хочешь возьми бумагу которая не работает меня не убьет я этого не говорил вружка я занят проверку бумаговизора в действии хорошо теперь я могу писать и рисовать когда мне скучно не знаю что рисовать понял даже не буду пытаться помочь мне сбежать халат какой-то розовый пояс теперь мой пояс от халата полезен чтобы связывать вещи вместе крюком объединить с помощью пояса я могу привязать крюк чему-нибудь что-то такие большие настенные чего попробовать ключ типа забрать но вначале чтобы мужик ушел не могу его бросить он может повредить мои глаза посмотрим шоколад вкусный я не люблю горький кофе блюдо дня паста паста топчик этот самый мишка который полз по моему диван создан чтобы на нем сидели могу сесть диван занят мама любила рисовать роза мне не нравится эта картина будто мистер розовый смотрит на меня розовый тача старый достаточно старый чтобы быть мертвым мистер полночь ты здесь блин правда же сидит я на него сразу не посмотрел это новенький они видела тебя раньше с нижнего этажа не думаю что мне уже лучше как тебя зовут можешь меня убить пожалуйста конечно ты мертв спасибо я не могу сейчас говорить я мертв немного лимонада булочка представляю как булочка тает у меня во рту толь предмет съедобная булочка сдобная булочка на чайки боже какая вкусная булочка выглядит очень аппетитно как он есть в маске не знаю не учат жидкая там по моим привет и от фрэн как ты а хорошо в порядке рад слышать что ты в порядке а теперь иди откройте желтую дверь нельзя такое спрошу думаю следует пойти в свою комнату я только проснулась тогда займись чем-то другим не беспокой меня интересно пасту приготовили сегодня вот выглядит свежим не хочу это я не голодна дашка ты мне нравишься привет айни как дела ты меня не боишься нет зачем мне тебя бояться потому что я умею делать волшебные трюки я могу тебя усыпить и знала что ты вот это умеешь покажи мне а затем это очень страшно лучше сделать сама но я же не волшебник могу дать тебе волшебную вещь правда ухты давай да волшебная вещь которую сыпит кого угодно это удивительно мощно и грандиозно держи это подарок забирай аккуратно как это работает понятия не имею чувак ты хотел уснуть держи же вещь которую сыпит кого угодно ага теперь это волшебная булочка сонная прессонная булочка и не любит лакать молоком как котик по ней скучать сомневаюсь что она меня вспомнит прости возьми не трогай это мой мяч я не знал что он твой должна склониться и говорить чё чё я твой король ты не король единственный король всей вселенной склонись передо мной я склоняюсь перед вами сэр очень хорошо дитя какова цель твоего визита мне нужна трость какая трость имеешь ввиду мой меч на ваш высочество ваш меч то я получу взамен все что пожелаете аш высочество изи мне замок и коня только тогда я дарую тебе свои меч дверь всегда закрыта поначалу не могу выйти и поиграть и площадка где вы замок и конь буду искать дальше давайте попробуем нарисовать ахан замок и конь закинь таблеток сейчас закинемся это прекрасно именно об этом я и мечтал можешь взять мой меч он твой спасибо пацан на что мне трость пока понятия не имею королевская трость от короля замок да не замок замок а что с бычкой но ща кому-нибудь дадим ташка ты мне нравишься бедная пташка хотел бы я чтобы ты забрала меня отсюда сможешь улетай чё ждешь пашка праведник снял всю твою одежду прекрасные тиражи она живое если бы котик был здесь он бы напал на это надеюсь он не нам не станет преследовать пожалуйста скажи что ты меня слышишь ну вроде никто не появляется они прячут тебя потому что любят они вредят тебе потому что ненавидят мальджуга на тебя все стыдятся они от леди медсестра умерла интересно кто же это сделал это не я на пахнет очень плохо как будто это запах повсюду странный это что мы так далеко от всего она правда не понимаешь что они говорят лан пойдем усыпим челиком держи вкусную бой буечку я принесла вам буечку не хочу никаких проблем поэтому я принесла вам буечку и настроит принимать что-то от тебя делайте свою жизнь слаще пожалуйста возьмите она сделает вашу жизнь слаще и плевать насколько сладкой будет моя жизнь уходи вы не хотите не заставь меня в покое дал ключ за поцелуй что скажешь буечку жри сук не оставь меня в покое тростите по голове щас ударю не хочу жрать буечку может ты хочешь буечку буечку он не хочет что хочешь поспать то кто нуждается во сне то есть плюс крюком достать ключ да а как если он здесь сидит у их и правда можно объединить ну ладно я могу дотянуться далеко назову его хватать это мой хватать и трудилась над ним это мой хвататель отдайте замолчина ты не ты здесь устанавливаешь правило твоя игрушка будет у меня я получу его обратно вот подонок делать что хочешь я не встану со стула а теперь жри буечку жрать-то тебе хочется раз ты со стула не встанешь доберись до ключа если не знаю котика усыпить уходит котик watch буечку дашим у тебя же получили смогла найти код доктора да я не знаю чем и на бочку точно мужику надо ну ничего нету конь да зачем нам конь и а я просто о нем думал до этого когда мужику ну к этому пацану надо было показать точнее вы здесь ничего нарисовать мальчишка маски отдать буечку мужику 10 лет да 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 пацану с тростью пуск что ты там говоришь напомни про доктора который мозги убирает а ро калмар селью о последней доставке но он ее еще не смотрел что ж посмотрит завтра он уже ушел домой гладис можешь сделать одолжение конечно что угодно кроме как отнести охраннику кофе чем нет пожалуйста мне нужно смотреть за детьми меня другие дела извини а хотите я отнесу кофе и займись своими делами боже простите милые пальчики этот кофе горячий мне не следовало бы портить идеальный кофе от видимо с буечкой он будет еще у меня это снова пришло все теперь ему кофе с буечкой я принесла вам этот кофе горячий при горячий а или так смотри что ты наделал безумная стерва сирота ты сделал это нарочно теперь надо переодеться аске жжется никуда не уходим маленькая гадина возвращайся к своему великому творцу попался теперь я могу открыть кабинет и никакой ему буечки сука просить а мог бы буечку просто съесть я что люди делают на таких собраниях с интервью доктора верную работать с детьми и доктор верно ноябрь ноябрь думаю мы сейчас в октябре и крошечный текст пошли марселя дирма в не одиноки присоединяйтесь к клинику озвольда вот сигнализации 17 оба код и другие важные сведения видел это раньше что это значит помимо рисунок хотел бы я так рисовать и не знаю что это из нее идет холодный воздух словно ветер думаю там есть проход вентиляция ненавижу эту кушетку не лягу здесь столько раз здесь плакала желтая пишущая машинка могу написать письмо тете грейс строка тетя грейс заберите меня тебя пожалуйста те же книги интерес чая-то глава мусорку чекни доктор сел яблоко на могла бы надеть это как шлем и избежать травм в обмаке мои волосы тоже хорошо справляются никаких картинок или веселых загадок мистер полнич мог бы рассказать мне загадку он их любит и неинтересно эта книга так ключик тебе хорошо иметь лишний ключ но с такой сложный зрение вкус лесу вкус и слух я люблю открывать письма но они не для меня оба пацан фил забыть а девочка без семьи кота умрет когда взойдет луна что ты имеешь ввиду мертвая девочка немного похоже на меня я вижу страны вещи под успокоительным но я не мертва могу дышать говорить и все прочее что может делать живой человек . этого за град открыто ты не можешь понять как-то его за год отчет ты не чувствуешь не скрывай что болит пусть это причините боль вентиляция возможно это мой путь к свободе при снафил знает об этом крыса сильно ударилась головой нужно дать ей шлем я просто продолжу идти и идти там что-то видит но видимо не видит до позже где я думаю мне придется это выяснить швабра отличный партнер по танцам мистер полночь ненавидит швабра под одеялом ничего нет старые очистящие средства ими следует почистить наши туалеты губки и мочалки 1000 химических средств думаю что они мне понадобятся нет воды чтобы помыть руки если бы я была ведьма я бы улетела отсюда коробки ложь а головы вместе можно действительно потерять голову здесь я бегу прежде чем потеряю свою робко робки ложь робко открыто посмотрим желтые таблетки х они выглядят веселее чем красные могла бы взять их и попробовать но я не хочу плохие таблетки я приму их просто чтобы найти котика это ни о чем не говорится и медсестры их носит четвертая этикетка пациент 25 0 6 2 0 0 9 1 5 0 0 0 0 наша текущая цель цель реагирует положительно расширяем спусковую железу повысить уровень эктопломатина до 1700 микрограмм миллиграмм нет микрограмм извините контейнер чтобы он выглядел как утвержденный дуатин эктопломатин кто это написал интересно что это значит и ни капли не буду скучать по этой больнице короче там кто-то таблетки заменил пусть заканчивать эпизод да я вот хочу как раз эпизод добить да я думаю я справлюсь сейчас закрыто могу попробовать снова снова будешь бороться ты узнаешь что это был я я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать и страдать ты посмеешь ослушаться твой код будет обречен эф мой дорогой котик мы скоро снова будем вместе я обещаю скучаю по тебе моя дорогая я так по тебе скучаю котик почему ты уходишь уже не оставляй меня мистер полночь в конце лаверинта фрэн снова потерял сознание интересно реально ли мои сны знаете лаверинт возможно смогу отыскать мистера полночь нет бедные девочки надеюсь они скоро поправятся отвратительно здесь ты скоро поправишься цент роберт кларк операционная ломботомия головного мозга доктор роман бейтс наблюдение наркоз не паде стал дойдя до лобной доли пациент очнулся процедура отменили она осталась незавершенной роберт это же мальчик телевизор вот почему у него этот большой шрам и не хочу чтобы они трогали мой мозг нет уж операционная не хочу заходить пахнет днищей плоти фуу там деле обошла все кругом сейчас как раз под кухней приводные клоуны мой жизненный путь отрицали я не был рождённая жив я жду маму что будет меня любить машине из тех кто невежественен можешь позволить невежество решать жизнь научит даже тебя пусть боли слеза кто это сэр очнитесь и твард рой в ти мальчик почему тебя мозг наружу если там слишком тепло и ответит мы бы творить творить ну может быть да я отвела новенького наверх нет я его не видела ключ от подвала не это в кабинете доктора раньше он держал ключ там успокойтесь ключа здесь нет конечно я дам знать если он найдется но вы должны успокоиться да я принесу его мисс найду хорошо пока боже мой не могу это поверить я уже в приемной великолепно без сестра я должна от нее избавиться не делать ну а дайте ключик не так не пойдет дайте пироженку еще конечно о чем я думал и смесь стран здесь вы скоро захотите в туалет боже мой ты в порядке малыш там висит твоя мама включаешь по ней я даже скучаю по своей маме боже да кости фу еще там висишь ты тоже медсестра мистер полночи сказал мне в конце уберинта интересно что в конце уберинта точно удивляю когда вернусь домой было надеюсь на эти мистера котика сжать или включение включаю чтобы держать если бы только он мог говорить редкость горящий кусок дерева так нам надо вернуть этот ключ на место чтобы она свалила а я тем более направо не могу пройти ну а ключ все-таки был здесь нужно отнести его назад первая игра это уже вторая игра я больше не хочу здесь находиться тратя время клетка на кресле размышляю опа почти почти выбрались если мне типа сигнализацию надо отрубить по идее нет сигнализации 15 июля чё там код очень важен не могу открыть дверь она закрыта ага во и четырехзначный код желтая дверь будет открыть течение двух минут после чего сигнализация активируется снова 17 декабря 25 июля нас 25 ну тут равно что-то семнадцатая точка 17 12 нас 5 07 ну попробуем просто 17 25 ничего не хватает складываем месяца день это я думаю я думал вычитать вначале я мне показалось потом понял что вычитание нам не поможет четко видно 29 31 ну да наверное кстати 9 но 31 видно да да 25 плюс 7 а 32 должно быть июль седьмой месяц 29 32 да я лучшая я самая лучшая побежали брона засранка я заставлю тебя за это ответить ты умная девочка думаешь что можешь просто уйти что нет не может быть нет спасибо мистер котик мне нужно добраться до лабиринта башня я не видел эту ограду раньше чувак второй лабиринт что-то так-то второй акт еще не начался а нам дальше в героичиков идти после лабиринта понял за котом надо было идти но так же не интересно но я думал тут что то есть там листья какие-то что-то что-то волшка потек где-то тут ой еле успел Ти... Ха-ха-ха! А-а-а... Ну я пытался... Чёрт! Ну да, пошел бы я сейчас за котом Ага Опа! Легчайшая Черт В конце лабиринта ты их найдешь Злобных тварей ночи, мимо них не пройдешь Смеясь за тобой, они будут гнаться Но все же тебе их не стоит бояться Ведь кот, полный гаек и болтов Будь указать тебе готов Нет Фотка Смотрел цирк уродов, господина Расси Нет, не смотрел Глава, вторая часть, первая Признаки любопытства Ну, первую главу мы Завершили Вторая глава Не знаю, может я до пройду как А дальше у нас Рол еще одной Игры И... Герой 3 Тиак Погнали Может быть кто-то еще Хотел Дописать Может я кого-то не увидел Может записать Jedi Academy Нет, Jedi Academy Не буду записать Картген Я не играл как на стриме Я вижу что Сволки еще хочешь Что-то записать Записать Неа Rebound Как и в героев Ну, герои сегодня Внезапно стали Небольшим исключением Я не хотел их записывать Но Типа Крис была днюха И Крис постоянно Просит героев В итоге я записал И они внезапно выпали Вот такая подкрутка Так, Сволки записал Картген Придумаешь что-нибудь, нет? Внезапно, ага Ну, настолько внезапно Что подкрутил Естественно Довер и дайлер Три Хорошо Нет новой Я Ори не проходил Картген Сколько уже игр Ну, в две уже поиграли В третью будем сейчас играть Еще три крутим Все, погнали И И Блэк и Уайт От Шион Следующая игра